Говорят, русский либерал кончается на вопросе, чей Крым? Владимир Осечкин, известный правозащитник. Раньше он дружил с властью, поддерживал аннексию Крыма. Потом уехал и радикально поменял взгляды. На деле же русский либерал заканчивается на слове «либерал». Потому как ноготком поскреби и под демократической краской окажется имперский фасад. Россия и Украина строили эту империю вместе. Утро февраля 22-го, когда Российская Федерация без объявления войны подло вторглась в Украину, стала решающим для многих, кто как бы против Путина. Они покинули Россию, но покинула ли Россия их? Львов видно, что это город скорее немецкий, чем славянский. А, например, Харьков город славянский. Давайте откроем матрешку и классифицируем этих так называемых «хороших русских». Существуют ли хорошие русские вообще в природе? Но смотря для кого хорошие. Для Украины нет. Так называемая российская оппозиция – это та еще стайка товарищей. Российская оппозиция – нужно мириться с российской оппозицией. Это главная проблема. Любой представитель российской оппозиции на третьей фразе начинает жаловаться на представителя российской оппозиции. С одной стороны, все они говорят, что выступают против Путина и войны. Вроде как за мир, но в то же время за матушку Россию. Нужна все равно российская составляющая победы. Эта война должна стать, война свободного мира с путинским режимом, а не война Запада с Россией. С другой стороны, если бы боевые действия развивались иначе, многие из них примирились бы с таким ходом событий, как в свое время они примирились с захватом Крыма. Видели – знаем. На Красную площадь фактически вышли гражданские активисты, координаторы социальной сети «Кулагунет». И мы хотим сегодня присоединиться к участникам движения «Антимайдан» и сказать, что мы не хотим, чтобы в нашей стране происходили некие революционные изменения. Для того, чтобы разобраться, кто есть кто среди русских оппозиционных релакантов, возьмем два параметра. Уровень зараженности вирусом империализма и уровень пользы от их действий для Украины. Мы все представляем собой некоторую смесь в разных пропорциях хорошего и дурного, поэтому концентрированное зло, как опять же этот сам мистер Хайд, обладает некоторой притягательной энергией. Первый параметр можно оценивать потому, как так называемые оппозиционеры защищают российскую культуру. Но не могут они жить без Раскольникова, который бабушку топором зарубил. Никак не могут. Возможно ли отменить русскую культуру? Нет, нет. У нее свой код. Нельзя отменить культуру. Эти люди, которые называют себя хорошими русскими, четверть века поддерживали Путина. А теперь жалуются на проблемы с визами. Мол, они ни в чем не виноваты. Это бункер на из катушек слетел. Это большая глупость. И почему все россияне должны отвечать за вот эту военизированную диктатуру, от которой они тоже страдают и от которой они не хотят. Либо съездить, посмотреть ненадолго на другой мир, либо уехать не совсем. А вот развал РФ они не хотят. И выступают против предоставления субъектам России права на выход из ее состава. Изменить эту схему в одной части невозможно. Любая независимость просто приведет к банкротству Чечни. Главное, я не вижу критической массы чеченских элит и субэлит, которые выступали сегодня за сценарий независимости. Кроме того, так называемые хорошие русские категорически против изъятия у РФ ядерного оружия. Ведь как же строить прекрасную страну будущего без ядерной дубинки за спиной? А каким образом забрать у России ядерное оружие? Потому что пока оно есть у России, пока не только Украине, да всему миру спокойствия не будет. Постановку вопроса неправильного, извините. Тогда давайте отберем оружие Великобритании. Еще одна отличительная черта этой категории граждан РФ – стойкий постколониальный синдром. Проявляется в призывах к западному миру прекратить помогать украинцам. Статья Навального в 2015 году – не давать оружию Украине. Вспомним ее? Не давать оружию Украине. Она не сыграла никакой роли в том, что Запад не дал оружия. Нарративы, которые распространяют российские оппозиционеры, частенько совпадают с прокремлевскими. Например, предложение остановить боевые действия по линии разграничения войск. И плевать, что на оккупированных территориях будет продолжаться геноцид украинского населения. Ведь об этом просто никто не узнает. Когда россияне трубят на весь мир, что являются не меньшими жертвами, чем украинцы, погибающие под обстрелами российской армии, то это выглядит как минимум цинично. Воюют какие-то там буряты, воюют какие-то дагестанцы, воюют нищих социальных слоях, обездоленные, нищие. Они идут, продают себя, идут убивать за деньги, сами готовы за эти деньги умереть. А какую же помощь предоставляют Украине так называемые хорошие русские? Может, финансовую? Когда мне пишут в инстаграм, собираем деньги для украинской армии на беспилотники. Пришлите, пожалуйста, денег. Я говорю, вы что, с ума сошли? Вы всерьез это от меня, от россиянина спрашиваете? Что и требовалось доказать, поддержки от граждан РФ украинцам ожидать не стоит. Но разобраться в типах хороших русских не мешало бы. Первая категория — имперцы, деятельность которых не приносит Украине пользы, а зачастую даже вредит. Типичной представительницей этой группы является Юлия Латынина. В кадре эта мадам умудряется сидеть в красном кожаном кресле, а вне кадра — на двух студиях, нередко подыгрывая режиму, с которым активно борется. Именно она первой высмотрела украинский след в теракте в Крокусе. Гораздо раньше, чем об этом заявил Путин. Вот ее текст. Если это теракт, о котором предупреждали западные спецслужбы, то они точно знают, кто его совершил. И если теракт стоит в том же ряду кровавого пиара, что и рейд РДК, обстрелы Белгорода, зеленка на выборах по советам телефонных мошенников, то это катастрофа для Украины. Конец цитаты. Значит, этот замечательный твит Юлия Латынина впоследствии удалила. Да, она признала ошибку, но это теперь не важно, ведь зерна сомнений уже были посеяны. Ну а что касается отношения Латыниной к Западу, то в 2011-м в новой газете была опубликована ее статья под названием «Европа, ты офигела!», в которой журналистка выступала против идеи объединенной Европы, всеобщего избирательного права, социальной справедливости и государственного регулирования, утверждая, что все эти ценности являются исключительно социал-демократическими, но не европейскими. А в 2017-м Латынина эмигрировала в эту же Европу вместе с родителями, после того, как в России ей сожгли автомобиль. Люди, которые так действуют, являются абсолютными отморозками, и я не знаю, что у них в голове. Кстати, откровенный хайп на войне в Украине и критике России очень даже помог Юле материально. Две ее компании в Эстонии по производству медийного и видеоконтента регулярно получают рекламные доходы, пожертвования и гранты. Согласно отчету, только за 22-й год прибыль выросла в 4 раза. С 54 тысяч евро до 220 тысяч. О деньгах из Кремля, естественно, отчетов нет. А жаль. Было бы интересно сравнить. Ко второму типу так называемых «хороших русских» относятся вредители. Ярким примером является Шендерович. Он, конечно, против войны, но готов мириться с русскими мальчиками, даже если они убийцы. Все-таки это наша страна и наши ребята. Да, обманутые, несчастные. Да, иногда убийцы даже. Да и его высказывания о нацизме в Украине вроде как, между прочим, явно направлены ей во вред. Можно, конечно, подождать пока всплески нацизма нацизма с государственной политикой, но лучше бы зафиксировать всплески нацизма, пока это именно всплески, а вовсе не обвинение Украины. Представители третьего типа псевдооппозиционеров – это те, кто просто-напросто зарабатывает деньги. Эпичным представителем является Владимир Осечкин. Человек многим кажется уважаемым, интересным. Вот мы с тобой обсуждали перед эфиром, у него действительно большая и лояльная аудитория. Но, с другой стороны, какое-то огромное количество людей при этом на самом деле знает, что за этим стоит что-то не то. И вот эта вот аура, она над господином Осечкиным как-то она все время витала в воздухе. То, что ГУЛАГу нет, а заработком «да», было понятно, когда Осечкин еще жил в России и пытался дружить с единородным. От которых многому из полезного в жизни научился. Фактически получилась такая компания с многомиллионным оборотом, но за этой компанией стоял только я, других учредителей у нас не было. Но когда мошеннику, который отсидел 4 из положенных 7 лет, снова засветила посадка, он свалил во Францию и очень ловко продавал схему выезда и легализации. Особенно после начала полномасштабного вторжения. Ну и сообщал потом, куда следует. Ну, слушайте, люди, вы не доверяете тем, кому не надо. Вы не относите деньги, огромные деньги, десятки тысяч евро, человеку с сомнительной репутацией, которая на вас потом еще может настучать в ФСБ. Однако яркого вреда для Украины Осечкин не несет. Ему просто некогда. Человек заточен на звонкую монету и немного дешевой популярности. Владимир за деньги помогает людям получать политубежище. В том числе, видимо, при этом людей обманывает. Логичен вопрос. А есть ли среди хороших русских имперцы, которые не вредят Украине? Конечно, да. Например, памятник Екатерине в Одессе, который недавно был снесен и отправился в утиль истории. Хорошие русские мечтают о прекрасной России будущего. Искренне надеясь, что именно украинцы помогут им снести кремлевского старца и его власть. Российский либерал, условно, с украинцем сегодняшним. Мы партнеры до первого поворота, до свержения Путина. Они в принципе не способны на поступок, ограничиваясь только громкими словами и пустыми собраниями. Единственные действительно хорошие русские – это РДК и батальоны «Свобода России» и «Сибирский». Они действительно те оппозиционеры, которые понимают, что снести власть можно не словом, а делом. Мы приходим не для того, чтобы убить, стереть, уничтожить или наказать. Мы идем, чтобы освободить вас от нищеты, бедности и страха. Освободить от диктатуры террористической организации, захватившей власть. Все остальные, типа хорошие, могут только проводить регулярные стримы и говорить, говорить, говорить. Благо, за границей России, где они собственно и находятся, Ютуб монетизирован. Редактор субтитров А.Семкин